Халида Мухаммедова 40 лет проработала учителем математики. Все в нашей жизни, говорит пенсионерка, это цифры. Свои знания Халида Апа решила проявить в сфере коммунальных услуг. Уж больно дорого стали платить, считает женщина. Потому что я ненавижу несправедливость, даже если это мне даже не касается. Считать нужно, тем более с 1 сентября мы начали платить за отопление не в течение 12 месяцев, как было раньше, а только на протяжении 8. С мая по август начисления не будет. Все бы хорошо, да только пенсионерку смутила информация о суммах, которые могут прийти в квитанциях. Значит, однокомнатные будут платить 1300, двухкомнатные 1700, трехкомнатные 2300. Это была газета написана после сообщения у администрации. По подсчетам некогда учителя математики, они разнятся от 200 до 300 рублей в большую для потребителя сторону. Формула Халиды Мухаметовой проста. За основу она взяла тариф за отопление на двухкомнатную квартиру 84 серии. Это 987 рублей 39 копеек. Умножила число на 12 месяцев, получилась годовая сумма. Разделила все это на 8 месяцев и получила ответ 1481 рубль 80 копеек. Пока еще квитанцию не получили, не знаем, сколько будет она, но коммунальщики и работники ЕРЦ должны это учитывать, что мы знаем приблизительно свой сезонный тариф. В едином расчетном центре нам пояснили, что подсчеты Халиды Мухаметовой верны, но только для нормативного употребления, а не для фактического. С 1 сентября этого года начисления происходят иначе. Есть установленный тариф одной геккалории. По нашему городу она составляет 1475 рублей 55 копеек за одну геккалорию. И в зависимости, сколько счетчик показал, умножаем на эту стоимость и начинаем уже находить тариф на один квадратный метр. То есть делим на общую площадь всех жилых и нежилых помещений. Те самые геккалории фиксирует общедомовой прибор учета, данные которого передают в единорасчетный центр специалисты управляющих компаний. И начисления будут расти или же наоборот уменьшаться в зависимости от того, сколько тепла потребляет население. Представьте, если зима холодная в деревне, мы же дровами топим. Вот если в октябре мы топим определенное количество, например, дров, а если холода мы и с утра, и вечера топим. Это просто проекции, я хочу сказать. В городе то же самое. Кстати, за тем, сколько использовали, так сказать, дров, могут следить старшие по домам. Для этого необходимо обратиться в управляющие компании. В остальном в целях экономии жителям придется надеяться на теплую зиму и на порядочность коммунальщиков.